Лесниковская школа маленькая республика. У нее есть свой гимн. Конституция, президент и даже валюта. Робсы. Их можно получить за хорошие оценки и активность в школьных делах, а потом обменять на рубли. В эту экономическую бизнес-игру вовлечены и дети, и педагоги. Причем уже давно. Президенты выбирают тайным голосованием. Ученица девятого класса Аида Осварова возглавляет школьную республику уже второй год. Дел, как и у любого другого руководителя, у нее хоть отбавляй. Каждый год убираем территорию школы, помогаем пожилым тоже. И каждый год проводим акцию «От сердца к сердцу». Поздравляем пожилых с разными праздниками, дарим им шоколадки, цветы. И это очень радует их сердце. Учатся в Лесниковской школе 42 ученика с 1 по 9 класс. Последние годы здесь вообще нет двоечников. И большая половина детей – отличники и хорошисты. С ранних лет школьников приучают к труду. Круглый год дети следят за чистотой вокруг учебного заведения. А на участке рядом со спортивным залом выращивают овощи. Картошку, морковь, капусту и свеклу. Мы растим хозяев земли. И школа акцентирует внимание именно на социализации учащихся. На то, что основное, что требуется на селе, все-таки это люди, которые должны ценить свою землю. И непосредственно беречь святые традиции. Несмотря на то, что школа уже во второй раз становится лучше в России, коллектив продолжает гореть идеями. Теперь директор школы Михаил Овечкин продвигает новый проект – создание школьного округа. По задумке он объединит несколько учебных заведений, где одно станет главным, а остальные школы будут его филиалами. Такая схема, по словам Михаила Овечкина, поможет решить проблему нехватки узких специалистов, учителей музыки и изобразительного искусства. Благодаря объединению они смогут работать сразу в нескольких школах и получать больше, а дети не останутся без педагогов. Еще одна идея – открыть при Весняковской школе профцентр. У нас видится следующее, чтобы в каждом из этих филиалов сохранились те традиции, над которыми работала всегда школа. Если у нас трудовая бизнес-школа, то есть мы здесь предполагаем создать профцентр. То есть дать возможность ученику 10-11 класса на базе нашей школы, поскольку здесь вся техника у нас сосредоточена в этой школе сельскохозяйственной, даст возможность учить и получать права тракториста. Директоры учителя Веснякова мечтают, что когда-нибудь в их школе снова будут учиться старшеклассники. Сейчас они уезжают в другие села и города и чаще всего не возвращаются. Педагогический коллектив прикладывает все силы, чтобы эту мечту осуществить. Уже в эту субботу директор школы будет получать награды и представлять свой новый проект на образовательном форуме в Петербурге. Ольга Федина, Константин Миронов, 6 канал.